К нам присоединяется Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали». Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Главная новость. Израиль вывел практически уже все свои войска из сектора газа. Многие об этом узнали сначала из соцсетей, а потом уже появилось сообщение пресс-служб армии, что 98-я дивизия покидает Хан Юнис. И знаете, я вот вчера сидела, мониторила и соцсети, и смотрела ютуб-каналы, и настолько была вот разная реакция на это в Израиле. Кто-то пишет «все, зрада», кто-то пишет «все пропало, мы проиграли войну», кто-то уверяет, что все в порядке, и это может быть такой ловушкой для террористов. Помогите разобраться, да, что происходит, и почему было принято столь непростое решение. Ну, во-первых, сразу оговорим, Хамас еще не все силы вывел из сектора газа, там продолжаются в разных местах бои. Ну, вот только сегодня, например, другая бригада, Нахаль, уничтожила там боевика, который возглавлял комитет Хамаса по чрезвычайным ситуациям в определенном городе. Еще в одном месте шли бои, это не считая ситуации, когда пехота на месте обнаруживает каких-то террористов и наводит авиацию на них. То есть там не выведены все войска, а сектор газа полностью от израильского присутствия не освобожден. Но вы совершенно правы, да, выведены войска из Хамьюнаса, туда начали понемногу возвращаться люди. Не вполне понятно, куда именно они возвращаются, потому что город этот, как и город газа, как и многие другие места, чрезвычайно сильно пострадал. Частично дома полностью снесены, частично повреждены, разрушены. То есть возвращение жителей, это не означает, что они вот вернулись в свои дома и там все прекрасно. Разумеется, то же самое касается инфраструктуры, то же самое касается поставок продуктов и так далее. И сейчас, когда американцы и прочие говорят о продолжении переговоров с Хамасом, попытке продвинуть сделки, говорится в том числе и о том, чтобы еще 150 тысяч смогли вернуться в северную часть сектора. А ушло оттуда, если я правильно помню, именно только с северной части сектора около 800, не то 900 тысяч человек. Еще около 150 там оставались все это время. То есть, в общем-то, ничего в этой части не изменилось, кроме одного. Интенсивность боев снизилась, но она снижается, в том числе и по естественным причинам, по мере, скажем так, сокращения числа боевиков. По израильской оценке, которую озвучил премьер-министр, уничтожено порядка 20 тысяч боевиков. Мы не слышали оценки военных кругов, но в принципе уже довольно давно Министерство обороны наше заявляло о 13 тысячах погибших боевиков. Но не исключено, что реальная цифра, понятно, что есть определенные затруднения, где-то посередине она точно, наверное, находится. То есть, порядка 17 тысяч боевиков не только Хамаса, но и исламского джихада, и других участников, как резни 7 октября. Вот один из них сегодня был ликвидирован. Так и в других группировках она продолжается. А помимо этого премьер выступил и сказал, что якобы назначена дата операции в Раферхе. Тут тоже есть два нюанса. Во-первых, если он говорит, что дата операции назначена, это не значит, что вот только что прошло совещание и ее определили. Я думаю, что это как раз просто еще один инструмент давления на то, чтобы продолжались переговоры. В то же время Associated Press сообщила нам, что в Израиле запланировали купить 40 тысяч палаток для обеспечения семей, которые надо будет, им придется из Рафеха до желательного наступления израильской армии эвакуироваться, чтобы не погибнуть за зря. То есть если еще только запланированы, а не куплены эти палатки, то есть потом еще их надо после покупки доставить куда-то, даже если предположить, что на покупку не будет введен тендер, который тоже времени требует. То есть мы все равно находимся в неком таком болоте, из которого нет особого выхода, и переговоры, которые идут на фоне всего вот этого стреляющего болота, не принося, очевидно, никаких результатов. Сейчас выдвинуты новые условия, которые согласовываются вкратце. Условия эти таковы. Израиль предоставит шестинедельное перемирие, с той стороны надеется, что оно превратится в постоянное. Израиль освободит 900 террористов в обмен на 40 похищенных заложников. Из этих 900 террористов 100 – это люди, приговоренные к долгим срокам тюремного заключения, а в израильских реалиях это означает, что 100 – это террористы с кровью на руках. Может быть, не самые громкие фигуры, но, тем не менее, тяжелые убийцы. Вот сейчас Хамас снова это рассматривает, и я рисую предположить, что это снова сорвется, ни к чему не приведет, потому что изначально Израиль заявил две противоречащие друг другу цели – уничтожить Хамас и спасти заложников. И если вы бандиту, захватившего заложника, для которого этот заложник фактически является средством выживания, говорите, что отдай нам его в рамках той или иной сделки, а потом мы тебя все равно убьем, потому что изначально это декларировали, то, ну, понятное дело, что он на это не согласится. Поэтому Хамас таким образом просто тянет время в надежде, что мировое сообщество дожмет Израиль и заставит его приостановить операцию. А скажите, вот вчера вечером появилось такое сообщение Reuters со ссылкой на представителя Хамас Али Барака, и там было, что Хамас отверг предложение Израиля по обмену заложников на заключенных. Это подтвердилось? Из той информации, которую я знаю, она носится сегодня, это сегодняшнее заявление. Хамас выступил с заявлением, в котором сказано так, предложение не соответствует ожиданиям нашего движения, ни одному из наших требований, но, несмотря на это, руководство Хамаса его рассматривает, и когда рассмотрит, передаст ответ посредникам. Не имеет значения, какое там было предложение, я думаю, что они его все равно отвергнут, просто, я еще раз повторяю, если они живы лишь до тех пор, пока удерживают заложников, то у них нет, как бы, никакого стимула кого-нибудь освобождать. Кроме того, ведь еще ведется речь о 40 заложниках. Мы знаем, что всего похищено, в списке похищено 134 имени, но мы уже знаем, что этих всех людей, далеко не все из них живы. И по оптимистичным прогнозам там живы только половины, а по пессимистичным примерно где-то вот 40 с лишним человек. Исходя из этих данных, я тоже очень, как бы, пессимистично настроен на то, что будет что-то происходить, но есть надежда, что, может быть, не 40, а одного, двух, четырех, десять человек каким-то образом в обмен на что-то удастся выгибать. Пока что Хамас просто тянет время, как и было раньше. А вот еще такую информацию, да, в контексте того, что вы сказали, попросим прокомментировать. На первом этапе сделки Хамас, согласно предложениям, вот должен был освободить 40 заложников, в том числе женщин, женщин-военнослужащих, мужчин старше 50 лет и находящихся в тяжелом состоянии. И вот в ходе переговоров в последние недели Хамас заявил, да, что у него нет 40 живых заложников вот из этой категории. И такой страшный ответ, да, нет 40 живых заложников. То есть все это подтверждается. Да, во-первых, все это подтверждается, к сожалению. Во-вторых, в некоторых случаях вообще невозможно полагаться на цифры Хамаса, потому что, ну, кто нам даст гарантию, что мы обо всем, предположим, договорились, войну прекратили, сколько могли, спасли заложников. То есть вопрос заключается в том, что когда нету 40 заложников живых, то верните тела. О телах, как вы понимаете, террористы тоже торгуются, потому что самый большой страх – это еще и чтобы не остался в итоге никто, кого Хамас не говорит, про кого мы можем подумать, что он просто пропавший без вести и так далее. Но, в общем-то, да, это именно так. И, кстати, по планам прежним, вот женщины военнослужащие, они шли во второй, скажем так. Первый вот период должен был быть, какой вы и сказали, женщины военнослужащие и мужчины потом, а на третьем этапе должны были передать тела. Но пока что абсолютно ничего не происходит, кроме бесконечных переговоров, да. – Эмиль, ну вот вы уже вспоминали о наступлении на Рафехе, мол, дата назначена и так далее. Министр обороны ЮАФ Голланд тоже это подтверждает. 98-я дивизия к этому сейчас активно готовится. Нитаньяху также об этом говорит и сегодня об этом говорил. Но, учитывая то, что Вашингтон как бы, ну, категорически против, всячески отговаривает от этого Израиля и от этого, кстати, по словам политиков из Соединенных Штатов, и отношения Соединенных Штатов к Израилю изменятся, и, возможно, даже масштабы подготовки, военной помощи и так далее и тому подобное. Вот эти факторы, если учитывать, может ли статься так, что наступление все-таки убедят Израиль наступление этого не предпринимать? Ну, во-первых, конечно, это может случиться теоретически. Во-вторых, опять же, не будем забывать, что у Америки есть чрезвычайно серьезный инструмент давления на Израиль, это подставки вооружений, которые становятся критически важными, когда мы готовимся еще и к войне на Севере, к войне против иранских прокси. То есть, разумеется, теоретически это возможно. На практике я не уверен, что это произойдет. Мне кажется, что здесь, со стороны Америки, мы более имеем дело с риторикой, ориентированной на внутренний рынок и на внутренние выборы, нежели непосредственно на реальные отношения между Израилем и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты... Ведь существует еще одна проблема, которую приходится решать Бениамину Нитанягу, это требование внутри собственной коалиции. И вот, например, Йоап Гаван, которого вы упомянули, он является членом той же партии, что Бениамин Нитанягу, с ним все относительно просто. Но в коалиции входит и блок религиозный сионизм, и председатель одноименной партии, министр финансов Израиль Абетсавель Смотрич, сейчас, например, на соседании от кабинета настаивает, чтобы Израилю позволили, чтобы это сразу было оговорено, даже если мы заключаем на шесть недель это перемирие, чтобы освободить заложников, чтобы его сразу оговорило, что Израиль имеет право и должен продолжить потом боевые действия. Другой лидер этого блока, Итамар Бенгвер, заявил, что если не будет полномасштабного наступления на Рафиев, то коалиция распадется. Чего тоже как бы не шибко хочет Нитанягу, как вы понимаете. И вряд ли в этом будут заинтересованы американцы в этой нынешней ситуации, когда на одной границе война уже идет, на второй границе готовятся, и каждый день бесконечные обстрелы со всех сторон. Мы не знаем, когда может произойти очередная вспышка эскалации, а ожидания по ней очень тяжелые. Поэтому я не думаю, что найдется хоть какой-то аналитик, который рискнет дать прогноз, ну или это будет просто прогноз пальцем в небо. Пока что у нас на столе ожидаемый штурм Рафиаха и продолжающиеся переговоры по освобождению заложников. Как бы все остальное, включая критику американцев или помощь американцев или вмешательства других стран, это фон, но основу составляют две эти темы. Я вернусь к вашим же словам, да, по вашим наблюдениям. 17 тысяч боевиков Хамас убито. Я хочу, чтобы мы продолжили эту тему. Так вот, по оценке армии оброны Израиля, за полгода боевых действий в секторе Газа уничтожено 19 из 24 батальонов Хамас, уничтожены заводы по производству ракет, склады оружия и боеприпасов. Вот давайте все это в совокупности оценим. Как правильнее сказать, военный потенциал Хамас серьезно подорван или же это можно расценивать как, ну, победу? Как победу это расценивать нельзя, как то, что его серьезно подорвали, несомненно. Другое дело, что со временем, как мы наблюдали уже и на примере Хизбовы, и на примере того же Хамаса, после прежних жестких операций, этот потенциал восстанавливается. Поскольку оружие Хамас использует на данном этапе не шибко какое-то, там, тяжелое, суперсовременное и так далее, то восстановить его тоже возможно, особенно когда ослабнет контроль за поставками гуманитарной помощи. Они пойдут сейчас в огромных объемах после этой войны и пойдут в том числе морем, как ожидается. В общем, восстановить это можно, но да, условно говоря, если сейчас Израиль принимает решение, что мы больше не воюем, то тишину на юге мы на какое-то количество лет, наверное, себя обеспечили, но не более того. Из пяти, примерно, по оценке оставшихся в боеспособном состоянии батальонов, четыре — это Рафирах. Поэтому, как бы так велико желание туда войти, сложно сказать, сколько боевиков успеет затеряться среди беженцев и убежать оттуда и спрятаться, но вопрос даже не в том, как в количестве убитых или не убитых, а вопрос в отсутствии боевых единиц, если так можно сказать, отсутствии боеспособных единиц. То, что вы разгромили батальон, это не значит, что вы обязаны просто всех там поголовно убить. Ну, конечно, параллельно идет поиск, и в том же Хань Юни Сион Шоу идет, и в том же Рафирахе, поиск главарей от суда или ликвидации. Ихи Сенуара, прочих людей, которые виновны за то, что они учинили Израиль, никто в Израиле не отказывается, и отказываться не собирался. Вы знаете, в журнале Newsweek некоторое время назад появилась статья Джона Спенсера, это очень такой известный эксперт военный из Академии Вестпоинт, он изучает условия боя в городских условиях, условия войны в городских условиях. Вот он подтверждает, что Израиль ведет себя чрезвычайно, аккуратно, и во многих случаях даже превышает те международные требования, которые обычно предъявляются для введения войны. Но Рафих это еще один перенаселенный, самый густонаселенный на сегодняшний момент город на земном шаре. Штурмовать его будет чрезвычайно нелегко, мир не хочет потерь больших среди гражданского населения, мир этот уже забыл, сколько гражданского населения положили американцы в Маниле, например, сколько они же положили в Фалудже, сколько положили в Сирии, сколько гибло мирных появлений в других странах, просто не потому, что кто-то хороший или плохой, а потому что бой в городских условиях, он вот такой. Он, если население оттуда не убежало, влечет за собой, к сожалению, большие жертвы. На сегодняшний день у Израиля, у израильской армии этот показатель самый низкий в мире. Место номер один снизу. Но это не мешает, разумеется, критиковать, давить. Что поделать? Это политическая реальность. Не военная, политическая. Такую еще информацию хотели с вами обсудить. В результате удара армии Израиля убит Али Хасин, это командир сил Радван, группировки Хизбалла. Об этом пишет Иерусалимпост. И вот удар, приведший к гибели Хасина, был нанесен по южной части Ливана, и вместе с командиром были убиты еще два бойца Хизбаллы. И вот, по данным Цахал, Хасин планировал и непосредственно осуществлял теракты на севере Израиля. Скажите, что означает ликвидация этого боевика и какой может быть реакция? Ну, реакция происходит неприменительно к конкретным боевикам, если это только не какая-то суперфигура. Хасин – фигура крупная, но не суперзначимая, это, в конце концов, не Сулеймани, которого там ликвидировали американцы в свое время. Ну, у нас сегодня, например, один из мэров городов, Хамасовец, тоже такой высокопоставленный, ликвидирован про главу комитета. И по чрезвычайнице было о семье, я говорил вам уже. И да, конечно, мы ожидаем, к сожалению, реакции. И вопрос здесь заключается в том, насколько оно будет большой. Но это зависит не от того, ликвидировали мы кого-то большого, поменьше или нет. Это зависит от политического решения, принимаемого в Иране, и готовности Ирана потратить часть своего боевого потенциала, то есть хизбаллы, а потенциал это велик, на разборки с Израилем по палестинской теме, которая никогда для них главной не являлась. Для них важна Сирия, для них важен Ливан. Как бы вопрос исключительно в этом. Для Израиля вопрос имеет вторую, скажем так, сторону медали. Мы не знаем, насколько израильские государственные структуры подготовлены к большой войне на Севере. Большая война на Севере это уже не Хамас. Это до нескольких тысяч ракет в день, это в том числе точное оружие, это удары по критической инфраструктуре и в то же время, разумеется, удары по энергоснабжению. Террористы всегда похожи, украинцам ли это не знать. Они будут бить в первую очередь по энергоснабжению. Это может привести к проблемам не в больницах, больницы защищены, но, скажем, у людей, которые подключены к аппаратам жизнеобеспечения в домах своих. Одних только таких людей 5 тысяч. И от этого зависит ввода снабжения. У нас появилась рекомендация поставить, если... Люди давно отказались от стационарных домашних телефонов. Сейчас нам рекомендуют снова это поставить, потому что может упасть сотовая связь. То есть мы готовимся к войне, и у Хизбаллы существуют военные возможности попытаться вернуть нас вот в крайне такие тяжелые, бытовые, будем называть их так, обстоятельства. У нас, с другой стороны, есть много, будем говорить так, не менее 70 самолетов, одних только F-35. Последняя поставка была относительно как бы недавно. У нас есть самолеты F-16, у нас, не знаю, есть ли самолеты F-15, но как минимум переговоры о них велись. А почему я перечисляю именно самолеты? Потому что, помимо всей системы ракетной защиты, которую продавливают очень тяжелыми залпами, когда хотят, это еще... боя с ракетами, ну и помимо этого, опять же, авианосная группировка рядом, а если брать еще и берега там, ну не в Персидском заливе, а чуть дальше, вторая авианосная группа США, то их две, в общем-то, есть рядом базы. То есть мы надеемся, что мы отобьемся, но это будет тяжело, это будет безумно затратно. Ну и, кстати, вот вы спрашивали до этого про вывод войск из газа. Одна из причин, по которой выводятся войска, там сокращаются войска, это желание отказаться хотя бы временно от услуг резервистов, потому что это очень дорого стоит, это разрушает их предприятия, разрушает экономику страны, и поэтому происходит все время вот эта балансировка между военными нуждами в состоянии войны и перед большей войной и обычными экономическими нуждами, скажем, на новую срочную сделку на закупку нового количества самолетов. Министр финансов не утвердил до рассмотрения общественной комиссии, и общество, насколько я знаю, даже не разделяющее политические взгляды нынешнего министра финансов, оно с ним согласилось, потому что даже в этой ситуации мы стараемся держать баланс между обычной жизнью и войной, и подготовкой к войне. Спасибо огромное, спасибо, Эмиль, за ваши комментарии, пояснения. Всегда ждем вас в эфире «Фридема». И напомню зрителям, что Эмиль Шлимович, главный редактор израильского портала «Детали», был в нашем эфире. Благодарю. Спасибо. Победы нашим странам. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридема» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры создавал DimaTorzok